В Одинцово более сотни пешеходных переходов. Проконтролировать их все силами общественности невозможно. Поэтому патрули представителей сообщества родителей Одинцовского района появляются в наиболее проблемных местах. Там, где дорогу переходит максимальное число детей, а дорожные движения в утренние часы особенно напряженные. Например, перекресток улицы Маршала Жукова и бульвара Любы Новоселовой. Естественно, как любой родитель, я заинтересована и озабочена даже тем, каково детям на наших дорогах. Да, понимаем прекрасно, что с утра все водители спешат, всем пора на работу, но, к сожалению, наши дети, им нужна во многих местах помощь. Очень большое количество у нас нерегулируемых перекрестков, и в данном случае дети не всегда видят машины, водители не всегда замечают детей. К участию в патрулировании стараются привлекать родителей из близлежащих школ. У Марианы Макаровой оба сына учатся в расположенной неподалеку 11-й гимназии. Поэтому нет никакой необходимости лишний раз ее мотивировать. Она прекрасно понимает, как важно в утренние часы присутствие общественного патруля на пешеходных переходах. Сегодня уже намечены следующие проблемные места, требующие контроля. Следующее место – это будет Молодежная улица, около 13-й гимназии, 12-й школы. Там действительно очень много детей утром, и пешеходные переходы не регулируются. Родительское сообщество всегда открыто для инициативных людей. Чем больше таких активистов, тем проще решать вопросы, связанные с детской безопасностью. Вчера, кстати, хочу сказать, что в такой акции участвовали родители Дубковской школы «Дружба». Они начали вчера эту акцию, и я думаю, что будут ее поддерживать, потому что там действительно очень интенсивное движение с утра. Очень много детей переходит, и родители вчера помогали детям переходить, вручали брошюры о правилах дорожного движения и, скажем, безопасного поведения на дорогах. Поэтому я надеюсь, что у нас станет намного меньше случаев детского травматизма на дорогах. Конечно, полномочий у родительского патруля не так много, но даже просто присутствие на пешеходных переходах людей, одетых в свето-возвращающие жилеты, оказывает на участников дорожного движения положительное влияние.